привет друзья меня зовут василий вишневский сегодня 1 ноября я нахожусь в родном царицинском лесопарке сегодня несмотря на хорошую теплую погоду я повесил сетчатую кормушку с арахисом и это как раз ответ на вопрос который меня часто возникает в комментариях как оградить кормушку от голубей как оградить кормушку от сорок от крыс и даже от белочек и вот сетчатая арахисовая кормушка это как раз в принципе достаточно удобное решение и у меня много на этот счет видеороликов и в том числе по размеру ячейки о том как сделать самому и так далее хотя хотя сам я сразу скажу я не делаю я предпочитаю покупать готовые единственное что совсем дешевые кормушки вот с какого-нибудь там алиэкспресса покупать не стоит поскольку они мнутся просто и допустим один раз кошка уронит эту кормушку или еще кто-то и в общем качество такое что она он долго не прослужит поэтому лучше смотреть какие-нибудь более надежные варианты либо воспользоваться вот услугами некоторые люди сами делают кормушки вот такие сетчатые там размер ячейки по моему 7 миллиметров оптимальный для арахиса и самое главное не нужно переживать что птицам это какие-то мучения доставляют совсем нет поскольку это как раз наоборот максимально приближено к естественным условиям когда птицам нужно корм добывать с помощью клюва при этом даже не нужно ставить дополнительную перегородочку на таких кормушках поскольку птицы замечательно крепятся на самой сетчатой кормушке лапы не примерзают и все у них хорошо с эксплуатации таких кормушек но сегодня основная тема ролика это использование таких нестандартных кормов сыпучих типа муки и манки друзья если вы вдруг по какой-то причине захотите угостить этим птиц то во первых имейте ввиду что это далеко не оптимальный корм и большинство его просто не употребляют птицы а он только может загрязнить кормушки и вот я как раз столкнулся с этим сегодня в царицынском парке и поэтому рассказываю вот не в первой кормушке уже наблюдают такую белую крупу не пойму это манка или это какая-то отрава для крыс интересно чья это самодеятельность что если вы вдруг решили все-таки дать такой корм тем более без всякой обработки как есть в сыпучем виде то лучше это сделать на отдельной кормушке они в смеси с основным кормом там просто если у вас или семечки поскольку если это субстанция ведь муки или манки по подмокнет дождь пройдет или снег пройдет и будет потом оттепель то велика вероятность того что испортится весь корм заплеснет и так далее нужно будет все это чистить поэтому тот кто здесь подсыпал везде манку в разные кормушки где насыпанные семечки и другой сыпучий хорошо хранящийся корм то вот так делать нежелательно я прошу вас так не делать друзья я понимаю что вы с наилучшими побуждениями или может быть целью утилизации просроченных банки но вот так делать не нужно так ну вот тут вроде бы похоже на манку мелкая такая структура надеюсь что это все-таки манка ну и кроме того вот муку или манку лучше хотя бы что-то испечь из нее и там накормить я не знаю уток тогда может какой-то прок будет а вот именно сыпучем варианте нет друзья ну не едят птицы и кроме того я вот когда первый раз увидел даже муку меня это насторожило по запаху потом вроде определил что это мука меня это насторожил я подумал что вдруг кто-то решил самовольно потравить крыс вот я не исключаю такого варианта тут друзья я хочу чтобы вы понимали что во первых это запрещено а во вторых вы потравите не крыс а вообще все живое потравится там и белки и крысы и мыши и все кто их едят а это и бродячие кошки и собаки и лисы и самое обидное может быть для кого-то это совы которые будут вот таких полуживых крыс и мышей ловить и птицы тоже пострадают и если вы вдруг не знаете далеко за примером ходить не надо на самом деле таких примеров истории достаточно много но вот глобальное применение химикатов с целью дератизации дератизации это уничтожение грызунов например совсем недавно это было по моему ставропольском крае в общем где-то на юге россии применили раскидали отраву для грызунов и ее в результате поели самые разные животные пострадали и лисицы и другие крупные звери просто умирали и даже там по моему журавли и аисты тоже от этого пострадали не просто пострадали погибли массово погибли понимаете друзья поэтому применение ядов это ну должно быть крайне дозировано четко регламентировано и в экстренных ситуациях и это конечно далеко не компетенция любого желающего который вдруг увидел много крыс и решил что надо эту проблему решить эта проблема на самом деле если крысы находятся черте города где они могут быть разносчиками различных заболеваний где они вредят сильно вредят нарушая электропроводку или еще какие-то антропогенные вещи разрушают а вот в парке по крайней мере с определенной натяжкой конечно с каких-то разумных пределах обилие грызунов она способствует тому что увеличивается разнообразие хищников которые их поедают в частности вот в царицинском лесопарке вот уже второй год наблюдаются длиннохвостые неяски которые могут ловить этих крыс и ловят и лисицы тоже есть и тоже их добывают поэтому в целом все должно быть сбалансировано кстати я недавно был ролик у меня про кота сегодня я 5 его встретил и он уже не хромал так что все кто переживал насчет лапки кота может быть там была какая-нибудь заноза может быть еще что-то сложно сказать и наверное не такая серьезная была травма раз вот сегодня он уже по крайней мере когда перемещался наступал на все четыре конечности абсолютно спокойно я подозреваю что все хорошо и опять таки вот тоже пожалуйста друзья по осторожнее с комментариями тем более когда вы не знаете ситуацию все там начинают говорить о том что это выброшенный кот или еще что-то здесь неподалеку находится конюшня действующая конюшня и скорее всего они из нее тут буквально сколько метров 200 300 от того места где я наблюдаю этих домашних питомцев и выглядит они хорошо и людей не боятся то есть брошенные полу дикие кошки выглядят совершенно иначе я подозреваю что они вот говорю из конюшни едем дальше еще какой момент хотел отметить по подкормки да конечно на целую массу вопросов я бы сказал даже на большинство наиболее популярных в том числе собранных за долгие годы существования каналов вы можете найти ответы в моей книге по подкормке птиц который вышел год назад и в принципе где-нибудь в озоне или в лабиринте она совсем недорого продается но также очень много роликов на канале на эту тему можете поискать и найти ответы на вопрос который вас интересует ну а сегодня просто вот порадуйтесь какая хорошая погода как и я очень тепло прямо невероятно там какой-то рекорд для начала ноября зарегистрирован для москвы и московской области и да даже вот какие-то насекомые летают вот я сейчас вижу хотя с лиственниц красивых ярко желтых уже на ветру опадают иголки так что неумолимо приближается зима и то время когда вы можете помочь птичкам пережить самое трудное для них время особенно когда начинаются снегопады и холода ведь представьте себе что большинство оседлых птиц небольшого размера типа больших синиц их родственниц просто представьте себе что они первый раз первый раз своей жизни видит снег сталкиваются с холодом стужей и голодом и конечно единственное что для них является спасением это опыт старших собратьев они на них ориентируются смотрят птички с опытом показывают где есть кормушки где можно продержаться и все это зависит от регулярности кормления то есть если вы из года в год где-то подкармливаете птиц то вы делаете большое доброе дело для наших меньших братьев с вами был василий шнецкий всем пока всем добра и